Шалом враха! Недавно два слушателя, два друга обратились ко мне и сказали, что у них есть какая-то проблема с КАС, с гневом. Они оба очень достойные, очень хорошие люди, но в их обстановке, в их окружении постоянно есть какие-то столкновения, конфронтации, и это ведёт к чувству гнева. И мы постарались вместе подумать, как над этим работать. С одной стороны, мы всегда можем сказать, что главное учиться о том, что насколько гнев это плохо. Сказано в Талмуде, что гнев это сравнивается с Авадазара, идолопоклонством. Почему идолопоклонством? Это понятно, потому что человек поклоняется самому себе. Если человек говорит, что у меня есть свой план, и это должно быть, выглядит именно как это мне хочется, и если что-то идёт в перерез этому, и это ведёт, он теряет себя, теряет контроль над собой, тогда он показывает, что его план, так как он видит на вещи, его перспектива, она главная, и всё остальное должно быть вокруг этого. Там нету творца, там нету, нету, кому-то, кому он готов себя поставить ниже. Поэтому Каз, действительно, настоящий гнев, это очень близко к идолопоклонству. Потому что идолопоклонство — это аннулирование творца. Когда человек учит об этом, это помогает. Но это недостаточно, потому что часто это сидит внутри. И когда это сидит внутри, это накапливается, накапливается, и потом это в один момент, это уже человек не может контролировать, он не может это нести всё время в себе. И потом это бывает, как такой взрыв, и думаешь иногда, что, ох, лучше бы я это не ждал так долго, а как бы это вынес из себя раньше, это не было бы настолько огромным взрывом. И часто это ведёт к расстройству, человек себя винит, это ещё больше его как-то накручивает и так далее. Одна из моих любимых историй — это про учителя, который был очень такой пунктуален, очень аккуратный. И для него это было очень важно всегда приходить вовремя. И один раз, не по его вине, он опаздывал в школу. И когда он уже видел, что автобус очень опаздывает, он взял специальное такси, потратил на это деньги и прибежал, наконец-то, в здание. Поднялся по ступенькам, бежал в класс, он опоздал на несколько минут. И, конечно, там ребята, не то, что они его ожидали, но он попросил всех сесть, и один из ребят, он показывает ему вот так вот, он пойдёт на часы. И это настолько его разозлило, что он всё сделал максимально усиленно, никогда не опаздывает. Один раз он опаздывал на пару минут, и он прибежал, он весь вспотел. И этот парень, такая наглость, показано, но у него было правило, никогда не реагировать сразу. Когда у тебя есть какие-то негативные эмоции, нужно это сдержать в себе. И он говорит, после, но после класса, после, когда будет переменка, я действительно, я, он получит свою. Когда кончился этот класс, и он только ждал, пока он уже сможет обратить все свои, все внимание на этого мальчика, то этот мальчик сам к нему подбегает и говорит, «Реба-реба, учитель, учитель, вот у меня есть новые часы». Он хотел поделиться с ним, что у меня есть новые часы. Это для него было очень важно, чтобы учитель порадовался рядом с ним. И он подумал себе, что бы было бы, какая была бы, это была бы катастрофа, если бы он в этот момент потерял всё и начал на него кричать. Это этот ребёнок, который у него есть особое уважение, особое такое позитивное чувство к этому учителю, и он бы так отреагировал. Когда человек теряет и злится, и тратит гнев, он всегда проигрывает. Говорится, в Гемории сказано про величайших людей, когда у них был один из них, это Мойша Рабейн, он начинает, он забывал Аллахот, забывал Тору. Каждый раз, когда кто-то терял себя, терял над собой контроль, терял гнев, это сразу же его опускает вниз. Но как с этим бороться? Есть разные ситуации, есть разные, опять же, это постоянно накапливается. Есть, возможно, два, такая стратегия, которую можно разделить на две части. С одной стороны, когда человек всё-таки сдержал себя, у него появляется огромнейшая сила. Сказано, что человек, которого обидели, и он не отвечает, то ему прощают все его грехи. Он приближает, он сказал, что весь мир стоит в честь его награды. Он великий человек. И это должно мне дать огромнейшую радость, удовольствие. И когда человек испытывает это, тогда вот эта вот негативная энергия, которая, она не остаётся во мне. Я перевожу её в это удовольствие, в эту радость, что действительно я смог сдержать себя. В Европе сто лет назад был один мальчик Хацкал. Хацкал вырос один. Он был очень умным мальчиком, его послали в Ишиву. Там он преуспевал, и так он перешёл в ещё лучший Ишиву. Он был в Слободка. И когда пришло время искать шедух, жениться, то была одна отличная семья, которая была заинтересована, чтобы он женился на их дочери. И в те времена было принято, чтобы он приехал в их дом, познакомился со всей семьёй, и там уже будет решено, насколько они подходят друг к другу. Когда Хацкал приехал в этот город, он спросил, как ему добраться до этого адреса. И когда он уже вышел на эту улицу, и он направлялся в сторону этого дома, он видел, как один маленький мальчик, он, видев его, начинает бежать. И он видит, что он бежит именно в тот дом. Он направлялся за ним. Тот ворвался в дверь наспешность. И Хацкал видел со стороны, он видел, что происходит внутри. И когда этот мальчик, он начал кричать, он приехал, он приехал, он приехал, он во время... Всё было накрыто, было красивый сервис, всё скатерть, всё обжидание его. И он, пробегая, он задел скатерть, и всё полетело вниз на пол. Вот всё разбилось, еда, напитки, всё было на полу. Красивая посуда. И Хацкал наблюдал за этим, за дверью, дверь была так, и наискосок он видел, что происходит внутри. И он ожидал скандал, он ожидал, что сейчас этот мальчик получит по голове. И он увидел, как его старшая сестра подошла к нему, потому что мальчик был в шоке, он чуть дрожал, испугив, что произошло, что он натворил. Она подошла к нему, она его успокоила, она его взяла к себе, она сказала, что ничего, бывает, и они начали вместе убирать. В этот момент Хацкал решил, что это, это его же дух. Он уже решил, что для него это подходит. Действительно, они женятся. Хацкал, он, это на самом деле, Рабхацкал, Абрамский, один из главных равинов прошлого поколения. Он был главным равином в Лондоне после этого и позже в Израиле. Что бы было, если бы эта девушка отреагировала по-другому? Мы не знаем. Но по ее реакции он решил, она мне подходит. И действительно, его жизнь, он его послали в Сибирь, и после этого была война, он, это была очень непростая жизнь. И действительно, ее вот это спокойствие, ее стабильность, она помогла ему. Все книги его, которые он, множество книг издал, она была редактором, она его мотивировала, чтобы он делал больше и больше. Что было бы, если бы она знала, что он смотрит на нее? Наверное, это было бы гораздо легче. Если бы мы знали, что на нас смотрят, то и на нас наблюдают, нам было бы гораздо, гораздо легче принять правильное решение. И это нам может помочь в тот момент, когда нам тяжело, тяжело себя сдержать. Если мы подумаем, сейчас на нас смотрят, как мы поступим, нас снимают. Но кроме того, что мы после этого должны испытывать огромную радость и удовлетворение, что мы действительно смогли пройти это, кроме этого, мы должны вот эту вот, еще эту энергию, как-то, чтобы она вышла наружу, человек может, если это возможно, немножко даже начать плясать, начать танцевать, прыгать от радости. Потому что в этот момент, что произошло? Если у него были какие-то грехи и какие-то плохие вещи, это капорат Аванот, это прощение его прогрешностей. Значит, что в следующем мире за те страдания, которые он сейчас получил, ему зачеркивается, убирается все, что там ему полагается действительно, что он заслужил, что он должен быть наказан. В этот момент это стирается. От этого нужно прыгать от радости. И когда человек это чувствует, и он это действительно на этом живет, тогда уже там не будет накапливаться внутри. Наоборот, он получает от этого удовольствие, он получает от этого радость. Это не значит, что мы должны ходить по улице, и чтобы нам, когда нам бьют по одной щеке, подставлять другую. Нет. Человек должен знать себя, насколько он, как бы, иногда нужно это остановить. Как бы сказать, что это не месть. Если человек занимается самозащитой, это не месть. Если человек обижает, он видит, что это грозит ему плохо, он может от этого как-то впать в депрессию. Нельзя, надо это остановить. Но иногда человек не может это остановить. Иногда он может с этим справиться. и в любом случае гнев вот это вот это точно очень негативно. Поэтому, если мы, да, справляемся с этим, то мы можем это использовать и это этот канал, этот ченнел, чтобы это все шло именно вот в позитивную радость и тогда это нам даст силы, больше сил продолжать наше рутину жизненную, а не наоборот. Всего хорошего успеха!